Всем привет дорогие друзья! Наверняка каждый из вас слышал такое слово утопленник применимо к автомобилям. Сегодняшняя тема именно об этом как выявить утопленника и какие виды утопленников существуют. Это очень важные факторы. Я разделил утопленников на три фактора. Первый на мой взгляд самый серьезный вид утопленника это когда автомобиль допустим слетел с моста и погрузился полностью в реку. Или автомобиль провалился под лед и упал в открытое море. То есть автомобиль каким-то образом оказался полностью погруженный в воду и при этом еще двигатель работал. Естественно двигатель захлебнется, скорее всего вода попадет во впуск и это приведет к гидроудару. Очень частая проблема. Это самый серьезный вид утопленников. Естественно если автомобиль полностью погрузился под воду, получил гидроудар, тут вам и серьезный ремонт двигателя, тут полностью залитая трансмиссия, то есть через сапуны попадает вода и в коробку передач, и в мосты, и в общем везде где можно. То есть обычно таких утопленников покупать крайне нежелательно. А если автомобиль этот был погружен в соленую воду, то вообще это уже не автомобиль. Можно сказать, что это уже металлолом. Если пресная вода еще кое-как, то соленая вода она со временем все равно уничтожит этот автомобиль. Теперь рассмотрим два других варианта утопленников. Второй вид утопленников это когда автомобиль попал под проливные дожди и соответственно его затопило. То есть попала в него пресная вода, он был частично погружен под воду, но в момент когда он был погружен под воду двигатель не работал. Это говорит о том, что двигатель не получил гидроудар. Естественно если он долгое время провел в таком состоянии, то вода попала в мосты, в коробку и в двигатель. Но вода пресная. Пресная вода она не является такой разрушительной для автомобиля. Поэтому когда автомобиль был утоплен в пресной воде, достаточно просушить весь автомобиль, заменить технические жидкости и в принципе проверить контакты на окисление. Но обычно окисления большого не будет, если это пресная вода и это ни к чему плохому не приведет. В общем то этот автомобиль в дальнейшем можно эксплуатировать. И коррозии как таковой в этом автомобиле практически не будет, потому что это пресная вода. Обычно когда автомобиль стоит под открытым небом на стоянке или во дворах, то в любом случае пресная вода, то есть конденсат собирается на внутренних деталях автомобиля. Это неизбежно. И многие так ездят и никаких проблем. То есть оцеревают и контакты, оцеревает и металл изнутри. Но как таковой к коррозии это не приводит. Что более страшно, если автомобиль был затоплен именно в соленую воду. То есть когда вдруг произошло какое-то сильное наводнение, это связано с морской соленой водой и автомобиль даже, который стоял и не работал двигатель и был полностью залит соленой водой, это обязательно приведет к серьезным последствиям. Вот допустим как в Японии было сильное наводнение и сотни автомобилей попали именно в соленую воду. Этим автомобилям грозят очень серьезные проблемы. Прежде всего это коррозийность. Коррозийность будет очень сумасшедшая. Соленая вода она слишком агрессивная. Второе это контакты. Контакты, провода это будет все время проблема с ними. Но когда вы выбираете себе автомобиль, допустим для приобретения, определить утопленник был или нет очень сложно. Сегодня я вам расскажу несколько вариантов, как выявить утопленника. Итак первый вариант, на что вы должны обратить внимание. Это соответственно запах в салоне, запах сырости. Если запах сырости присутствует, есть очень большая вероятность того, что автомобиль был утоплен. Но это не всегда так. Запах сырости может присутствовать при разных случаях. Допустим если автомобиль привезен в контейнере из США. Очень часто автомобили в контейнере идут по 2-3 месяца с США и они за это время очень сильно царевают внутри. Покрываются плесенью и всякое подобное. Это может вызывать запах сырости в салоне автомобиля. То есть вы должны ориентироваться, что за автомобиль и откуда он. Второе обязательно посмотрите на стекло приборной панели. Стекло приборной панели изнутри должно быть чисто. Если на стекле приборной панели существует какой-то налет или немножко плесени. Очень давно я покупал себе автомобиль и оказался он утопленным. Я не обратил внимание на то, что было изнутри именно стекло приборной панели покрыт небольшим слоем налета. И вот как раз этот налет показывал, что автомобиль был утоплен. Позже потом выяснилось, что действительно автомобиль был утоплен. Многим очень сложно разобрать приборную панель. Они не лезут туда и не обращают внимания. Но если вы покупаете, обращайте обычно на это внимание. Это обязательно вас должно насторожить. То есть вы смотрите на приборную панель и она должна быть чисто изнутри. Если только налет есть или плесень, все это уже какая-то проблема с ним. Значит он скорее всего был залит водой. Третье и очень простое. Открываете любую коробку с предохранителями и реле и внимательно посмотрите на контакты. Если этот автомобиль был утоплен в соленой воде, то контакты обязательно будут покрыты окислами. Если вы заметите, что на контактах есть окисление, то старайтесь обходить этот автомобиль стороной. Так как в этом автомобиле будут со временем проблемы с электропроводкой. Самый простой и действенный способ как на 100% быть уверенным в том, что автомобиль этот был в воде или нет, заглянуть под торпеда. На многих автомобилях есть возможность заглянуть под торпеда. В некоторых придется снимать крайние воздухозаборники. Когда вы снимаете крайний воздухозаборник или сможете заглянуть под саму торпеду, для этого конечно хорошо было бы иметь эндоскоп, ссылку на который вы увидите под этим видео. Очень хорошо видно состояние жесткости под торпедой. Практически на каждом автомобиле существует мощная жесткость под торпедой, такая распорка. И она мало того, что не окрашена, она еще даже не огрунтована. Она обычно используется просто чистый металл. Так что если этот автомобиль побывал в воде, то эта распорка обязательно покроется слоем ржавчины. На автомобилях, которые не были в воде, она будет практически блестящая, как с завода. Может быть только чуть-чуть небольшой налет, слегка. Но если вы увидите, что эта распорка, жесткость будет ржавая, то этот автомобиль 100% побывал в воде. И еще один момент, по которому можно идентифицировать, был ли автомобиль утоплен или нет. Если есть возможность заглянуть под сидение, либо воспользоваться зеркалом, либо еще чем-то, можно опять же тем же эндоскопом и посмотреть состояние пружин именно самого сидения. Эти пружины, как правило, слегка окрашены, а в некоторых случаях вообще голый металл. И обязательно посмотреть места крепления пружин к самому каркасу сидения. Вот этим местам нужно уделить особое внимание. Если там будет ржавчина сплошная, значит этот автомобиль, скорее всего, был утопленник. Я рассказал вам самые основные моменты, как убедиться в том, что автомобиль не был утопленником. Или все-таки был утопленник. Чтобы вы случайно не попали на такую неприятную вещь. Если для вас этот видеоролик оказался полезен, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!